Тот момент в нашей программе, когда мы наконец-то можем представить новость, которую, если честно, ждали всю неделю. А она происходит вот прямо сейчас. Итак, в Египте только что началась торжественная церемония перед парадом фараонов, точнее парадом мумий фараонов. В эти минуты мы получаем кадры прямой трансляции, которую сейчас ведут сотни мировых телеканалов. Знаковый вечер. Открыли кадры с воздуха вечернего Каира. Ведущая церемония сначала рассказала об исторической изнамичности этого события, а затем в Национальный музей приехал президент Египта Абдуль-Фатаха Сиси. Он ознакомился с экспозицией перед началом движения колонны и с подробностями из Каира о том, как же двигались мумии. Наш сапкорный берегах Нила Евгений Поддубный. Когда фараоны древнего Египта мечтали о вечной жизни, возможно, представляли себе все почти вот так. К золотому королевскому параду здесь готовились так, как будто по улицам Каира должны проследовать не мумии, а 22 ныне здравствующих особо королевских кровей различных династий. А анонсировали парад в духе подготовки к вручению юбилейного Оскара, торжественно и основательно. 22 мумии знаменитых египетских царей и цариц готовятся к легендарному путешествию. Их перевезут из Египетского музея на площади Тахрир в музей египетской цивилизации в районе Фустад. На самом деле действительно уникальное зрелище. Так, из старого всемирно известного египетского музея на Тахрире мумии, выдающихся древнеегипетских руководителей, переезжают в новый национальный музей цивилизации. Путь тоже сакрален от площади освобождения и по набережной Священного Нила. Участников парада, я сейчас про неживых, отбирали с пристрастием. Это фараоны и царицы самых успешных с точки зрения развития страны династий. Рамзес II, Сети I, Тутмас III, супруги царя Аминхатепа, Хадшапсун и Меритамун, и его мать Яхмас Нефертити. Сейчас бы про таких говорили видные государственные деятели, которые укрепили позиции страны на международной арене и значительно усилили экономическую мощь державы. Все так, каждый фараон и царица, что переезжают в новый музей, оставили после своего правления наследие, часть которого сохранилась и по сей день. Сети I вернул утраченное при фараоне Ахнатоне, воевал с соседями, ходил в походы в дальние края, дошел даже до территории современного Ливана. Его сын, Рамзес II, он тоже в торжественном кортеже, мало того, что успешно закончил ратное дело отца, также стал крепким хозяйственником, основал новую столицу. Кстати, есть предположение, что именно Рамзес II правил во время исхода евреев из Египта. Времени не хватит рассказать о всех деяниях 22 фараонов и цариц, поэтому о дне сегодняшнем. Специально для парада разработали транспортные средства, вот они. И тут встречать надо не по одежке. Мумии движутся в специальных футлярах, которые обеспечивают сохранность экспонатов. Специалистам потребуется 15 дней, чтобы подготовить фараонов к переезду в экспозицию музея. Эта акция больше, чем просто способ повысить интерес к Египту. Такой масштаб был бы просто невозможен без поддержки и личной заинтересованности президента страны. Сиси и сам, как когда-то фараоны, которых избрали для современного парада, большой сторонник масштабных инфраструктурных проектов. Президент уже открыл новую ветку старого суэцкого канала, активно строят дороги. Новая столица Египта, детище главы государства. Также генерал Сиси поддержал строительство первой атомной электростанции страны, которую должны возводить российские специалисты. Поэтому масштаб и зрелищность – это только вершина айсберга. Сейчас здесь все символично. Евгений Поддубный и Рубен Миробов. Ближневосточное и Североафриканское бюро. Вести в субботу. Каир.